МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По повестке дня и по тем решениям, которые сегодня были приняты на заседании, наверное, наиболее, скажем так, общественно и значимое – это назначение публичных слушаний по проекту возможной застройки территории, которая находится за Ледовым дворцом в Рязани. На мой взгляд, вопрос важный, актуальный, и очень правильно, что он выносится на публичные слушания. Вы как считаете? Ну, во-первых, публичные слушания – это такое социально ориентированное мероприятие, поскольку на публичных слушаниях представляются проекты, представляются все преимущества этих проектов. Имеется возможность задать вопросы, понять многое, что происходит, снять вопросы политизированности, потому что на таких вопросах, знаете, в последнее время политизация достаточно высока. На мой взгляд, вот публичные слушания должны быть для того, чтобы снимать все негативы, снимать все вопросы у жителей, потому что их волнует, конечно, что будет в их районе, насколько это будет соответствовать понятию «комфортная среда» и так далее, и так далее. И когда мы говорим о градостроительном комплексе нашего города, то, конечно же, пожелания многих рязанцев на протяжении уже не одного десятка лет – это системный подход к осуществлению градостроительной деятельности в нашем городе. И думаю, что каждый избиратель, каждый житель, безусловно, может потребовать это и от депутата, от того депутата, который был избран по тому или иному округу. Безусловно, вопросы, связанные с комплексным отношением к застроенным территориям, это один из главных вопросов, который и вставал на повестку дня во время тех предвыборных встреч, которые проходили в прошлом году. И то, что этот подход на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных, я считаю, это ни у кого не вызывает сомнений. То, что мы приняли решение о проведении публичных слушаний по застройке большой достаточно площадки за Ледовым Боотцом на улице Зубковой. Это вопрос системной инфраструктуры этого района, это вопрос дорожного обеспечения, вопрос, связанный с благоустроительными работами. Это вопрос, который касается и зеленой территории, потому что появляется еще одна зона рекреационная, по сути дела, парковая зона на границе этого района, где будет возможность жителям и этого района, и близлежащих районов погулять, отдохнуть. И количество зеленых насаждений, скажем так, в нашем городе, оно, безусловно, с введением этого системной комплексной застройки увеличится. В любом случае, конечное слово, насколько я понимаю, именно за жителями города Рязани, поэтому им и предлагается обсудить этот проект на публичных слушаниях. И мы его сегодня назначили дату публичных слушаний, определили место проведения. Вот в моем приближении я видел этот проект. Мне очень нравится, да, но немаловажно, что в комиссию по организации публичных слушаний вошли именно те депутаты, которые представляют этот район. И такое решение было сегодня принято, и большинство из комиссий представляют те депутаты, которые относятся именно к этому району. Это правильно. На наш взгляд, вот такой системный подход к своему проектированию районов, а этот район позволяет это сделать, слава богу, он является для нас очень важным. И, скажем так, ну, рязанцы немного могут назвать районов, да, которые именно с таким подходом получат свое новое воплощение. И мы считаем, что этот подход действительно государственный, это подход правильный, и жители города, они его также оценят. Я не даром сказал об инфраструктуре этого района, потому что все, что касается жизнедеятельности этого района, в данном случае проект предусматривает. Мы будем надеяться на то, что жители по достоинству оценят этот проект и, значит, его обсудят на публичном слушании. Вообще вот взаимосвязь власти и, скажем так, общества, она очень важна. Еще один сегодня важный вопрос, который был рассмотрен и принят, это порядок формирования общественной палаты. Я хочу сказать, что у нас в Рязани будет формироваться не просто общественная палата при Рязанской городской думе, как было в прошлом Сазыбе, а именно общественная палата города Рязани. Сегодня на заседании было принято решение, что в нее войдет 21 человек, 7 человек представит администрации города Рязани, кандидатуру 7 человек, 7 человек депутата Рязанской городской думы и 7 человек от общественных объединений. Планируется, что уже вскоре общественная палата будет сформирована и она начнет работать. На мой взгляд, очень важный действительно совещательный орган, который может, скажем так, приблизить власть к народу и к потребностям общества. — Общественная палата как Российской Федерации, так и Рязанской области и, мы надеемся, города Рязани является той общественной площадкой, в которой обсуждается самый широкий спектр вопросов. Безусловно, если мы говорим об общественной палате нашего города, то обсуждаются вопросы различного уровня, различных направлений, вопросы, связанные именно с городом Рязани. И очень важно, чтобы палата действительно заработала. Да, она появилась несколько лет назад. Надо сказать, что нам бы хотелось видеть работу этой палаты и заседания, чтобы проводились чаще. Вопросы рассматривались более системные, более глубокие. И, безусловно, это поможет власти и Рязанской городской думе, и администрации нашего города в верном принятии решения и почувствовать, знаете, всегда такое есть выражение «держать руку на пульсе». Вот за счет именно таких мероприятий, как организация работы, в данном случае, общественная палата города Рязани, мы способны это делать. И, на наш взгляд, общественная палата, очень важен ее персональный состав, потому что действительно должны войти очень уважаемые люди, люди, которые представляют интересы больших групп и профессиональных, и населения, и национальных. Разных слоев общества. Совершенно верно. И, конечно, мы надеемся, что состав Думы позволит общественной палате выполнять ту роль, которую мы надеемся, что она будет выполнять. Безусловно, вы абсолютно верно подметили, что палата эта не носит уже такое, знаете, дополнение, как при Рязанской городской думе. Да, Дума является тем инструментом, тем органом, который, так сказать, заботится о процессах формирования палаты, о регламентирующих ее работу, по крайней мере, ее организацию документов. Но то, что с введением уже ее такой определенной степени независимости, да, у нее статус, соответственно, объективно повышается. Но при этом ведь не только должна быть свобода говорения и свобода действий, но также должна быть еще очень высокая ответственность каждого из тех, кто войдет в общественную палату. Потому что это действительно, как я уже сказал, должен быть тот орган, который жители города будут уважать, а власть прислушиваться. Андрей Анатольевич, ну и буквально коротко еще один важный вопрос. Наверное, неправильно было бы его сегодня не обсудить. Это очередные изменения в бюджет города на 2014 текущий год. Буквально кратко, что дадут те изменения, за которые мы сегодня проголосовали? Были внесены изменения в тот бюджет, который был принят в конце года. Продолжена коррекция по прогнозируемым доходам на 73 миллиона рублей в сторону увеличения за счет налоговых и неналоговых поступлений. Эти деньги предполагаются направить на программу расширения количества мест в детских дошкольных образовательных учреждениях. Таким словами, на увеличение мест в детских садах. Эта сумма не просто направляется, а эта сумма прибавляется к тем деньгам, которые правительство области федеральным деньгам направляет на решение этой проблемы в город Рязань. И около 140 миллионов в общей сложности средств, денег, рублей направится на именно реконструкцию детских дошкольных образовательных учреждений. Их третьих учреждений, они находятся в тех районах, где действительно дефицит большой, до сих пор мест для наших детей. И, конечно же, вот эта реконструкция, прежде всего, это дополнительные этажи и возможности для того, чтобы перепрофилированный сад, предположим, один из тех учреждений, такой как 111-й на улице Горького, он мог также разместить у себя детские группы. Поэтому вопрос важнейший, вопрос, который связан с увеличением на 260 мест. И, безусловно, понимая социальную значимость, понимая то, что многое сделано, но еще не все рязанцы удовлетворены тем положением, которое есть в области дошкольного образования, а именно по количеству мест. Поскольку есть еще очередь, то, безусловно, на эту проблему смотреть спокойно нельзя, а нужно прилагать совместные усилия и Рязанской городской думе, и администрации города Рязани, и выполнять те задачи, которые ставит правительство Рязанской области, губернатор, президент. И, безусловно, вот эту дорожную карту по выполнению этой цели, нам, безусловно, мы должны ее исследовать и ее четко выполнять. Ну что ж, спасибо. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Вместе со мной в студии был председатель Рязанской городской думы, глава муниципального образования города Рязани Андрей Кашаев. Мы говорили о тех решениях, которые приняты сегодня на заседании Рязанской городской думы. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова